МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброе утро! Приветствуем вас, дорогие друзья! Я сегодня утром проснулся с мыслью, что Новый год это такой очень важный пункт в жизни каждого из нас. И пока он не наступает, можно поразмышлять, о чем-то подумать, что-то изменить, что-то исправить. Это отличный праздник, перед которым можно что-то освоить новое. Соглашусь с тобой, Тимур. Я думаю, самое время пересмотреть свои фотографии в телефоне, перечитать посты в социальных сетях. И самое главное, провести последние дни уходящего года со своими любимыми и близкими. А может быть, даже и признаться кому-то в любви. Да-да-да, и быть может, именно это станет началом какой-то новой, красивой, романтичной истории. И по этому поводу я даже подготовил маленькое стихотворение. Даже так? Да. Сейчас прочитаю. Снежок порхает, кружится, На улице бело, И превратились лужицы в холодное стекло, Где летом пели зяблики, Сегодня посмотри, Как розовые яблоки На ветках снегири. И прямо сейчас, дорогие друзья, Мы посмотрим сюжет про одну из идей, Где провести свидание зимой. Сказка «Братьев Гримм» Белоснежка ожила на льду катка в парке Малевич. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» Своё ледовое шоу представила олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Уже тот факт, что ребята приехали заранее и отрепетировали, Говорит о том, что эта программа готовилась, готовится, И мы, в общем-то, готовы вместе с её исполнителями удивлять наших жителей. Это действительно детская сказка, Которую можно посмотреть всей семьёй. Думаю, что сегодня будет не меньше полутора тысяч человек, Впрочем, как и на предыдущих шоу-программах. Поэтому надеемся, что наш впуститель оценит по достоинству Такое прекрасное мероприятие. Зрителей действительно собралось немало. Красочное шоу привлекло и семьи с детьми, и молодёжь, и людей старшего возраста. Для фигуристов такая поддержка очень важна, Ведь выступлений в празднике у них много. Вчера уже выступали в Чехове, и сегодня в Одинцово. И очень приятно, что мы можем покататься и показать наш спектакль И в других городах, не только в Москве. Анна Погорилая играет мачеху не впервые. И считает её весьма интересной и неоднозначной. На открытый лёд артисты выходят в достаточно лёгких костюмах. Но Анна признаётся – холодно не бывает. Во-первых, у нас под слоем платья есть боди. Мы катаемся в перчатках, и, естественно, мы двигаемся. Нам в любом случае теплее, чем если бы мы стояли на льду. Как зрители мы не замерзаем, мы двигаемся. Поэтому и нам поддержка зрителей очень тоже дарит тепло. В праздники в парках Одинцовского округа отдыхающих ждали развлечения на любой вкус. Помимо ледовых шоу, известных фигуристов, анимационная программа и выступления творческих коллективов. А также катки и лыжные трассы, которые будут работать и после каникул. В Новый год мы всегда идём отдохнувшими, с хорошим настроением. Поэтому проект «Зима в Подмосковье» продолжается. Мы всех ждём здесь, у нас на катке, Малевич. Я уверена, что наши дорогие телезрители знают немало мест, где провести свои выходные, может быть, даже зимние свидания или просто прогуляться. Правильно? А идеи мы можем увидеть в нашем телеграм-канале. Всё, что для этого нужно. Взять мобильный телефон, навести его камеру на QR-код, который вы видите на своём любимом экране, очутиться на нашем телеграм-канале и там понять, куда же можно отвезти свою вторую, любимую вторую, говорю, любимую половинку на свидание. И там вообще много интересных, зимних, очаровательных идей. Присоединяйтесь к нам. Отличная идея. А я вот предлагаю этим декабрём пересмотреть все новогодние фильмы и фильмы про Рождество. У меня, например, самые любимые – это сказки. И моя любимая – это «12 месяцев». А у тебя, Тимур? А у меня есть картина, одна кинокартина. Её все любят, все ежегодно пересматривают. А какая-то картина ты узнаешь наверняка в песне, которую я сейчас тебе спою. Ну, фрагмент. И я спросил у Ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Какая-то картина. Конечно же, ирония судьбы. Судьбы или с лёгким паром, совершенно верно, традиционный и всеми любимый новогодний фильм. Я думаю, у наших телезрителей тоже есть любимые традиционные новогодние фильмы. Правда же? Да. И давайте мы прямо сейчас посмотрим и узнаем, что же предпочитают наши дорогие телезрители. Рубрика «Про опрос». Всем привет, это рубрика «Про опрос». Давайте узнаем, какие новогодние фильмы любят жители Одинцова. Новогодний фильм, ну, ёлки один-два. Сейчас вам скажу, с лёгким паром, это самое, кавказская пленница. Потому что, ну как, мы выросли в тот период времени, понимаете? Поэтому нам очень это нравится. Карнавальная ночь. Да у меня много. Да, наши советские комедии. «Один дома». Фильм «Ирония судьбы», как для всех. А у вас? Ну, тоже вместе смотрим. Вместе живём, вместе смотрим. «Ирония судьбы» или с лёгким паром. Так, а расскажите, почему? А потому что каждый Новый год мы обязательно его смотрим, это уже традиция. Новогодний? Ну, а с лёгким паром. Один дома. А почему? Не знаю, от него веет особая атмосфера. Как много интересных оригинальных ответов мы получили от наших зрителей. И, конечно же, я думаю, что нам стоит все упомянутые фильмы и сказки пересмотреть однозначно. А ещё, дорогие друзья, очень важно, чтобы ваш дом был подготовлен к встрече Нового года. Если вы не успели, не успели украсить своё уютное гнездо, гнёздышко, то самое время, потому что осталось совсем немного времени. И под это дело совпадает очень интересный праздник, дорогие друзья. Прямо сегодня отмечается день вырезания снежинки из бумаги. Да-да-да. Вырезание узоров из бумаги – очень древнее искусство, встречающееся у разных народов. Зародилось оно в Китае. Так как сначала бумага была очень дорогим материалом, то первоначально вырезание из него являлось развлечением исключительно императорского двора. Это очень интересный факт. А я ещё знаю, что сегодня отмечают День спасателя. Ты представляешь, то есть кинологи, водолазы, лётчики и многие другие специалисты МЖС России всегда помогают людям в чрезвычайных ситуациях. И я предлагаю прямо сейчас посмотреть наш следующий сюжет про этих героических специалистов. Для одних необходимость, для других – баловство. Но в обоих случаях это опасность. Лёд коварен в любую погоду, даже в морозную. При толщине меньше 10 сантиметров выходить на него не стоит, если речь идёт о пресной воде. Для переезда через замёрзший водоём на автомобиле ледяной покров должен быть в три раза больше. О прочности льда можно судить на глазок. Если лёд голубого и синего такого цвета, то он считается прочным. Если цвет его белый, белый матовый или отдаёт желтизной, этот лёд очень ненадёжен. Он самый опасный, потому что он ломается без даже характерного предупредительного потрескивания. В тёмное время суток и при плохой видимости на замёрзшем водоёме и вовсе делать нечего. Можно не разглядеть подвох. Течение, ключи, подводная растительность – всё это ослабляет лёд. Если вы видите из-под льда торчащие коряги, тоже нежелательно выходить на лёд, там лёд ослаблен. Либо, если это полынья, какая-то растительность, там также лёд ослаблен. Желательно придерживаться протоптанных троп каких-то, если есть лыжня, по ней безопаснее пройти. Если нет, то надо быть очень бдительно, внимательным, всегда оглядываться. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ногой. Если вдруг случилась беда, первое, что советуют делать спасатели – не терять головы. Спасение провалившихся может быть по силам самим провалившимся. В первую очередь нельзя паниковать ни в коем случае, не начинать, как обычно люди, дрыгать руками. Вы только быстрее замёрзнете, потому что водичка здесь прохладная, даже в костюмчике. Надо широко расставить руки, чтобы вас в течение не унесло под лёд. И попытаться выбросить самостоятельно, широко раскинув руки, потихонечку, потихонечку, грудью заползать на лёд. Вставать нельзя. Нужно перекатываться. И только в ту сторону, с которой пришли. Чтобы не провалиться снова. В арсенале спасателей для таких случаев есть специальное приспособление. Конец Александрова. Если мы видим, что человек тонет, мы ему озвучиваем, что помощь идёт. Смотрим, с какой стороны примерно заходил по следам. И начинаем какие-то предметы. К примеру, у нас конец Александрова. Если это гражданские люди, можно брать какие-то попустные предметы. Будь то палки, лыжные палки, лыжи, доски. Всё, что широкое. И продвигаемся. Желательно на животе. Руки, ноги расставлены. Не доползая 3-4 метра до провалившегося, нужно бросить конец Александрова. Далее дело техники. Человек спасён. Что для спасателя легко, для простого человека задача со звёздочкой. Как работают советы профессионалов? Проверяю на себе. Сейчас я попробую себя в роли спасателя. Итак, вспоминаем советы. Любое подручное средство, которое поможет вытащить провалившегося. Например, пояс. И вот здесь у нас имеется палка. Попробуем с помощью пояса и палки вытащить провалившегося. Помним, что идти нельзя. Мы ползём. Не так профессионально, как спасателям. Но мне удалось помочь человеку выбраться из ледяной воды. Значит, это по силам каждому. Главное – помнить правила поведения. Впрочем, их могут напомнить и сотрудники аварийно-спасательного формирования. В зимний период они проводят профилактические мероприятия, в ходе которых раздают памятки тем, кто, несмотря на опасность, всё-таки выходит на лёд. Сколько доблести и мужества в одном сюжете. Какая концентрация. Это выше всяких похвал. Достойные сюжеты достойным людям. Я тут недавно, представляешь, сходил в кукольный театр. Это настолько погружает в детство, в какие-то волшебные эмоции, которые мы испытывали когда-то давным-давно, будучи школьниками или в садик приезжали. Ну, что-то невероятное испытал, конечно. Так здорово. Тогда я предлагаю прямо сейчас посмотреть наш сюжет про кукольный театр и поближе чуть-чуть узнать про эту интересную профессию. Кать, ну, ты как всегда спешишь. Ты как всегда впереди паровоза. Я для тебя сюрприз подготовил. А, так это ещё и сюрприз. Да, конечно. Новогодний сюрприз. О том, куда бы можно было сходить. В новогодние праздники. Как себя развлечь. Вот следующий сюжет как раз посвящён тому, о чём ты сказала и о чём рассказал я. Смотрим прямо сейчас. У педагога дополнительного образования особая миссия. Раскрыть потенциал каждого ребёнка и воспитать в нём интерес к познанию нового. Александра Гончаренко представила свою презентацию на тему кукольных представлений. Занятие для детей она ведёт около пяти лет. Работая с детьми, я всем сердцем стремлюсь передать им правильные ценности, что добро побеждает зло. Ведь в сказках именно так. Я хочу, чтобы их жизнь была яркой, красивой, чтобы их души были заполнены любовью и красотой. В Одинцовском центре эстетического воспитания прошёл финальный этап окружного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Позади два дня просмотра конкурсных занятий, где преподаватели показывали своё мастерство и рассказывали детям о своей образовательной программе. Я считаю, самый зрелищный и в то же время один из самых трудных этапов, потому что педагоги будут обращаться с посланием к своим коллегам, к педагогическому сообществу. На очном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» выступили 12 человек. Все они творческие и талантливые педагоги, которые не перестают делиться с детьми своим профессиональным мастерством. Катерина, ты почувствовала эту атмосферу? Невероятные. Атмосфера Рождества, атмосфера магии, атмосфера Нового года. А всё потому, что у нас прямо сейчас в гостях чудесные гости. Дамы и господа, встречайте. Режиссёр Театра Кукол Центр детского творчества Пушкинская школа, а также Центр развития детей «Истина» Александра Гончаренко. Здравствуйте. Но Александра у нас не одна сегодня. Представьте, пожалуйста, своих коллег, своих артистов. Мои артисты – это моя же семья, мои три сына. Евгений, Кирилл и Лев. Привет, ребята. Привет. Друзья, ну это совершенно фантастически. Я не знаю, насколько передают телевидение, но находясь, будучи с вами, рядышком, слушать вот это чудо очень завораживает, очень прям волнительно даже, я бы сказал. Атмосфера детства сразу, моментально. Мне мурашки были сразу. Про этот уникальный инструмент мы сегодня тоже расскажем. Не только про Театр Кукол, но и про хор ручных колоколов. И попробовать можем дать поиграть. Сами, сами. Мастер-класс там проведете обязательно. Александра, расскажите, пожалуйста, с чего же началось ваше замечательное увлечение? Увлечение кукольным театром началось, можно сказать, с детства. Я сама ходила в Центр развития детей «Истина», и наша директор, Чекмарева Наталья Петровна, она как раз у меня вела кружок «Кукольный театр». И мы занимались куклами, мы ходили, сами мы из военного городка Кубинка, и мы ходили в часть, выступали перед солдатиками, и такое детское воспоминание, как они нас угощали, там, чаем из железных кружек. Вот. И потом уже по прошествии лет, когда мы с мужем жили в Сибири, когда мы вернулись, и я пришла в наш центр, спросила, можно ли мне тоже заняться куклами, и уже тогда вот начала заниматься с детьми театром кукол. А как вы свое подрастающее поколение туда привели? Или это выбора не было? Да, выбора не было. Ну, выбора не было, но оно как-то прижилось, и как-то, знаете, классно, интересно, и вот я тоже, грубо говоря, по стопам пошел, уже в одном театре куколы работаю, вот, и, в общем, это как-то... Ну, выбора не было, а потом и выбирать не пришлось. Вам нравится, ребят? Нравится? Да. По глазам видно, что вы не скромные, но нравится, видно, что вы с таким трепетом, даже вот этот коротенький кусочек нам подарили, но видно, трепет в ваших глазах, это не может не радовать. У меня вопрос, как человека театрального искусства. Театр начинается с вешалки. А с чего же начинается кукольный театр? Так же с вешалки, с музыки, с кукол? С чего? С чего начинается? Вам ответить, как режиссер или как зритель театра кукол? Для меня, как для зрителя, он по одному начинается, а как режиссер... Давайте посмотрим оба варианта. Давайте оба варианта. Ну, если как зритель, то для меня он начинается с предвкушения какого-то чуда и сказки. Ну, и для меня сейчас, как взрослого человека, когда я сама попадаю... Я очень люблю ходить в театры кукол. И когда я попадаю, для меня это как попасть в детство. То есть ощущения такие волшебства, сказки. Ты забываешь все проблемы и просто погружаешься, если это Новый год или Рождество, вот постановка Щелкунчик или что-то такое, в эту музыку, в эту сказку. И это как-то помогает жить, иметь радость в жизни. Ну, а как режиссер, наверное, с выбора пьесы, сказки, которые мы будем ставить, которые потом у меня начинают крутиться в голове, и уже вся жизнь вокруг продумывания каких-то моментов, чтобы это было не только зрелищно или как-то красиво и ярко, но и как воспитание, наверное, как воспитательный момент, чтобы что-то донести до детей. Александра, очень интересно, у вас столько сегодня кукол, правда, в студии у нас. Расскажите, вот какие виды бывают кукол, и трудно вообще ими управлять? Для каждого, наверное, свои особенности и техника. Да, видов много кукол. Есть и пальчиковые, и теневые, и различные. Мы работаем с перчаточной куклой. Сейчас мы ее покажем, продемонстрируем. Которая надевается на руку, как перчатка. Вот сейчас продемонстрирую. Сейчас мы продемонстрируем. Вот у нас Петрушка, как раз первая кукла она и была. Мы уберем Ангела. Вот Петрушка у нас. Привет, Петрушка! Как зовут тебя в реальности? Петрушка. Петрушка, как зовут тебя? Укроп. Мы подумали, что это артистическое имя, а есть еще и настоящее. Петрушка, тебе нравится работать с твоими коллегами? Ну, вы знаете, я по существу своего образа обычно всех палкой бью. Но у них выбора нет, терпеть приходится, потому что в этом мое естество. А бить палкой мне, конечно же, нравится. Нас не бей, пожалуйста. Пожалуйста, давай подружимся. Будем друзьями. Как пойдет. Вот, также мы работаем с тростевыми и гопитно-тростевыми куклами. Мы тоже их сегодня захватили с собой. Женя, подай, пожалуйста. Гопитно. Тростевые. Да, да, гопитно-тростевые. Вот, наш любимый артист у нас... Александр Сергеевич? Да. Александр Сергеевич, мое почтение, здравствуйте. Да, вот у него такое перо, он пишет. Сказки мы в нашем кукольном театре ставим цикл сказок Александра Сергеевича. И вот мы уже поставили сказку «Рыбаки и рыбки», сказку «Апопея работники его балде», «Золотой петушок». И премьера у нас в ноябре состоялась «Царевна-лебедь» по мотивам сказки о царе Салтане. Тоже замечательно. Мы всех приглашаем. Мы тоже ее будем скоро показывать в декабре, к Новому году. Она получилась очень яркая, зрелищная, ну, красивая, на мой взгляд, сказка. Вот, и Александр Сергеевич их все рассказывает. Да, он всегда у нас на сцене. У него отдельная ширма, где он повествует, какие-то моменты объясняет, учит. Так что Пушкин, наше все. А еще есть, вы сказали, пальчиковые. Да, есть пальчиковые, они маленькие. Это, конечно, для домашнего театра больше подходит. Есть, вот я еще хотела показать наши новогодние куклы. То, что мы... Держит мороз, снегурочка, пришли к нам в студию. Они у нас как раз гапитно-тростевые. Гапит – это как раз то, что вот палочка. Основание, на котором держится кукла. Оно может быть из разного материала. Раньше деревянное, но теперь уже и пластиковое, и железное можно. И трость – это то, куда продевается кисть руки, палочка, которая как раз вот создает действие. И двигаются руки. И кукла наша, можно сказать, через руки многое говорит. Вот наши новогодние герои, которые тоже ждут встречи с ребятами. Ой, как здорово. Вот. А перчаточная у нас еще есть... Вот. Золотая рыбка. Сказки. Желание загадать. Можете загадывать желание. Класс. И она его исполнит, да? Так что вот такая у нас рыбка. В прошлом году у нас такой новый опыт. Мы решили... Мы уже поставили кукольный спектакль «Рождественский вертеп». с вертепными куклами. Но он у нас необычный. В представлении человека, как вертеп выглядит, он трехъярусный. И там деревянные куклы. Ну, мы рассказываем ту же рождественскую историю, но только куклы у нас вязаные. Вот они. И мы рассказываем в одной плоскости. Это родоначальник или как? Ну, вертеп, который мы привыкли видеть в виде домика, где сзади управляются куклы, это интерпретация, пришедшая к нам вот примерно в XVIII веке с юга России. Но изначально вертеп примерно в середине XIII века появился в Италии в городе Прозепе, собственно, из-за чего он и получил свое название Прозепе. И у нас сейчас с вами есть три яруса, один из которых невидимый, а изначально все располагалось в одном. В одной плоскости, да. И поэтому куклы не требуют перемещения ни между ярусами, и, в принципе, ярусная система здесь не нужна. Все происходит в одном. Изначально даже не было как таковых кукол, по сути. Доставляли какие-нибудь ясли, ставили живого ослика, еще какие-то, может быть, декорации, и оно просто все так стояло. Это вот как бы изначальная форма. Изначально, да, да. Потом стали добавляться рассказчики, хоровые какие-то. Хоры, да. Да, потом куклы появились, потом ими стали двигать. А куклы почему нельзя было? Почему вообще никого не было? А потому что как-то кто-то может изображать Христа и христианских героев. Как бы это нечеловеческая, собственно, воля. Человек не может так делать. И пришли туда к форме куклы, потому что, ну, кукла не человек. Вот. В куклу можно вложить образ, но она при этом не будет нарушать законы Божии, грубо говоря. Вот. И мы вот решили попробовать с форматом вот этого приз-эпэ театра как раз. Ну, мне хотелось именно такие вязаные, мягкие. У меня есть хорошая подруга. Мы когда-то, я говорила, в Омске жили. И в Омской области, в деревне Солнцевка, Маргарита Лаукер такая вот, моя любимая женщина, она, мы с ней долго совещались, и она вот связала такие замечательные куклы для нашего спектакля. Вы вот упомянули и классические спектакли, и разные вариации кукол, и вертеп. Какой любимый спектакль у вас есть? Или может быть их несколько? Или вообще вот у вас, как ребят, как артисты, какой-то спектакль, который легче всего? Либо, может быть, ну, что-то любимое расскажите. Мне кажется, что лучше всего, наверное, на этот вопрос ответят дети, потому что, хотя они и не являются зрителями, они стопроцентные участники каждой спектакль, но, наверное, есть у них и любимые. Лёва. Мне больше всего нравится спектакль «Чевкунчик». А почему он тебе нравится? Чем он тебе нравится? Ну, там так эпично появляется красивый король, и мне он, в принципе, нравится. Ты исполняешь роль? Нет, брат ты играл, Женя. А мы можем его показать? Ну, это красивая королева, и эту королеву моя коллега... Лизгинка танцует. Это не покупная кукла. Да, это сшила наша коллега Иваникова Татьяна Ивановна. Мы вместе работаем в Центре развития детей «Истина». И вот она много костюмов, кукол тоже нам сшила, и всегда с удовольствием помогает, за что мы ей очень благодарны. Ну, Кириллу, наверное, нравится спектакль, который... Давайте у Кирилла, Кирилл, а то мама сейчас ответит мне. Мне нравится спектакль о Балде и его работнике... Нет, о Папе... О Папе и его работнике Балде. Ну, правда, я его практически не помню, но... Ну, он там играет Балду, кстати. Евгений? Ох, ну, наверное, я бы тоже вышел с щелкунчиком, потому что он, ну, правда, самый динамичный, самый такой, драйвовый. Как это в нем есть, знаете, огонек. Ребята, расскажите, пожалуйста, вот у вас еще есть, правильно, колокольчики, которые вы тоже сегодня исполняли. Вот расскажите, с чего началось тоже такое увлечение, необычное, ведь это достаточно трудно, мне кажется, так... Это вообще, это колокольчики, мы правильно их называем, или у них есть... Да, да, колокола. На самом деле, это, не знаю, какая пятая часть... Миша, там же у нас три октавы, а здесь только три ноты от трех октав. У нас в Центре развития детей истины есть такой кружок, бюджетный, хор ручных колоколов, который ведет мой муж, любимый, отец троих детей, Гончаренко Тимофей Евгеньевич. И вот колокольчики, у нас где-то 12 человек взрослых, Евгений играет, Кирилл играет, Лев еще пока стесняется. Присоединиться, да, все впереди. И это очень уникальный инструмент, ударный. Мы исполняем различные произведения. Женя, да, вот покажи. Основные наши произведения христианские к празднику Рождества и Пасхи. Играем мы с большим удовольствием, и зрителю нашему тоже очень нравится. Ближайший концерт у нас 14 января рождественский, это уже восьмой, рождественские встречи, которые мы проводим каждый год. И вот мы там тоже будем исполнять под руководством Тимофея. Ну, здесь сыграть что-то сложно, потому что всего две ноты. Я скорее думал вам предложить. О, да это так? Смотрите, на колокольчиках нарисованы маленькие колокольчики, видите? Их нужно как бы приложать, ну, на себя они должны быть повернуты. Держите вот так вот всей ручкой, прям под... Небольшая поправка. Работаем мы всегда в перчатках, просто сегодня мы... В порядке исключения. Да, в порядке исключения. Наши руки обработаны. Держите плотно, прям под основание. Прижимайте их к груди, чтобы они не звенели. И удар не как молотком, а как бы из-под себя. Вот, знаете, человек когда-нибудь под дых били, вот... Да, регулярно Катерина бьет меня под дых. Принцип примерно такой же. А представьте, когда это большой колокол, как тут мышцы тренируются. Вот размер больших колоколов вот такой. Мои все маленькие. Нет, нет, нет. Самое главное за сам колокольчик не брать. Мы даже вместе можем попробовать, да? Не, неправильно. Неправильно. Обхватить. За колокольчик нельзя брать. Вот, обхватить все этики. Вот так, да. Тебе ж показывали только что. Прижмите груди. Прижмите груди. И эта танция вместе прозвучит красиво. На счет три вот тут вот из-под тяжка. Раз, два, три. Сильнее. Да, прям сильнее. Да. Раз, два, три. Молодцы. У вас уже лучше. Приходите к нам в кружок. Спасибо. Василь Евгеньевич, обязательно у вас. Еще раз попробуйте. Нет, я просто прислонился. Может быть, с двумя даже, да? Да, конечно. Ты просто посильнее будешь. Нет, я просто музыкант. О, отлично. Как здорово. Спасибо, что дали даже так. Да, да. Провели небольшой мастер-класс. А почему их прям вот нельзя... Окисляются от руки. Поэтому мы всегда работаем в черных нарядах и в белых перчатках, чтобы это было красиво и эстетично. И эффектно смотрелся, при этом не повредил никак инструмент. И у нас на столах разложены поролоны и черный бархат, потому что их нельзя как и на стол класть, то есть они очень хрупкие. Надо за ними ухаживать. Глаз до глаз. Да, глаз до глаз. А расскажите, пожалуйста, какие еще новогодние сюрпризы ждут телезрители и ваших зрителей еще? Может быть, на чем-то уже сейчас работаете? Ну да, как я уже сказала, как раз вот мы рождественский вертик к очередному нашему концерту готовим. И также вот премьерный наш спектакль «Царевна лебедь» мы будем показывать 24 декабря для деток на социальной елке. У меня сразу родился такой вопрос. Послушав, посмотрев, заинтересовавшись, и я наверняка такой не одинок, а кто-то из наших телезрителей, задастся вопросом, как к вам попасть? И можно ли эти азы, эту профессию постичь? На каких условиях это можно сделать у вас? К нам попасть очень просто. Мы находимся в Одинцовском округе, город Кубинка, городок Кубинка-10, Центр развития детей «Истина». И кружки у нас там бесплатные, бюджетные. И кукольный театр, и хор ручных колоколов, куда мы приглашаем всех до 60-70 лет включительно. То есть это можно там с 8-10 лет и до бесконечности, сколько бог жизни даст. И у нас взрослый коллектив есть, кукольный у нас и взрослый, и детский. Детский вот он при Пушкинской школе, а взрослый как раз при «Истине», где мы показываем в садах детских, где-то на праздниках, в Захарова, Пушкинский праздник, Масленица. Всегда с удовольствием участвуем с нашим коллективом и всех приглашаем к нам присоединяться. Мы обязательно придем с Тимуром. Да-да-да, было бы здорово. А вот бывали мы, когда к нам приходят артисты, мы спрашиваем, курьезные случаи какие-то у вас в театре или в кино, в вашей профессии бывает такое, что какие-то курьезы, перепутал куклу, не в том месте, или рука у куклы отвалилась, не знаю, ну какие-то такие забавные. Это, наверное, как раз вот любимый Кирюшин спектакль «Апопеи работники балде», когда у нас в середине спектакля у балды головы, то есть у него тело отвалилось, отошло от головы, и вот эта длинная шея как раз гопит, он у нас вышел. И Кирилл немножко сначала растерялся, а был полный зал детей, мы пригласили в начальную школу нашу, которую у нас, и детки сидят, кому-то подальше, может быть, не так видно, кто впереди, очень радовались, очень. Мы доиграли спектакль, Кирилл придерживал его тело, мы решили не останавливаться, мы все доиграли, но такой был балдат длинношей. Жираф. Да, жираф. Жираф на этот спектакль, жираф. Здорово. Ребята, расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее, может быть, вы хотите дальнейшую свою жизнь связать тоже с таким творчеством, чем хотите заниматься? Ну, я еще не знаю, еще в процессе, в раздумьях. Ну, ты с удовольствием занимаешься в театре кукол и в колоколах? В театре нет, в колоколах отчасти. Отчастный человек. Он подневольный. Чего больше радовать, чем честность? Наверное, ничего. Лев, а ты не придумал пока? С смысле, кем не? А кем ты хочешь стать? Хочешь ли ты дальше быть артистом театра кукол, либо, может быть, в коре? Нет, я там это... Мне больше связано с железными дорогами. С метро, да? Он не уйти с увлечения, а это метро. Он изучает, как оно строилось, какие добавлялись люди и все это. Тоже интересно. Ну, а Евгений уже... Я уже, что завтра вам сказать еще. Он учится в Институте культуры. Ну, и работаю в двух театрах, там... Все очень ситуативно. Основная работа, да, как раз куколю? Да. Уже, уже, знаете, никуда не деться мне по жизни. Ты связал свою судьбу и свое время с театром? Да. Ну, ты с удовольствием связал? Да, ну, что же вы думаете? Ну, сейчас с вами закончим. Вряд ли он бы без удовольствия это делал. Мы сейчас с вами закончим, и мне нужно лететь в другой конец, на прогон. Поэтому, конечно же, с удовольствием. Это уже какое-то специфическое выражение. Прогон. Прогон. Это значит... Прогон – это репетиция, другим, никого там не прогоняют. Но подрастающим поколениям я хочу сказать огромное вам спасибо, ребят, что вы, несмотря на то, что, может быть, не совсем прям разделяете и все объемлющие участвуете в театральных постановках в плане своего желания, но вы это делаете, и спасибо вам огромное. Зрители, я думаю, что получают истинное удовольствие и благодарят вас за это. Ведь когда в конце вы, может быть, вы там хотите заниматься метро и так далее, но в конце, на поклонах-то, вы получаете удовольствие. Вам же аплодисменты. Да, да. Не куклам, а вам, какие вы молодцы, как вы здорово перевоплотились с куклой. Это же дорогого стоит, я как человек на поклонах знающий. А теперь наша любимая рубрика «Блиц-опрос». Вы отвечаете быстро и можете даже не задумываться. Что вас вдохновляет, Александр? Меня вдохновляет какой-то новый творческий проект, когда выбираю какой-то спектакль, и все. Все вдохновение в этом. А у вас, ребят, Евгений? Ну что же, да жизнь вдохновляет, знаете, идешь по улице, а там какая-нибудь собака пробегает, а вот тебе уже там целая сказка вокруг этой собаки. Поэтому все, что вокруг происходит, то и вдохновляет. Кирилл? Не знаю, оно само как. Так получается, что... Лев, а тебя? Ну тоже как-то само получается. Меня в основном вдохновляют мои собачки две. Ой, как мило. Ваш любимый праздник? Рождество. У меня любимый праздник. Тоже Новый год, Рождество, вот все такое зимнее. Яркое, красочное. Ну, наверное, тоже Новый год, Рождество, мандарины. Ну, видимо, я от всех не отличаюсь. Ну, большая семья, поэтому праздники семейные. Если бы у вас была такая возможность побывать вот прям абсолютно в любом месте на нашей планете, какое бы это было? Я думаю, что я все-таки в Италию бы съездила и посмотрела в этот город Презепе, да, где вот как раз этот рождественский вертеп родился. Мне было бы интересно там побывать. Ну, знаете, нет такого места, где я бы не хотел побывать. Поэтому куда судьба закинет, ну, слава богу. А вы, ребят? Наверное, в Африке. В Африке? Ух ты. Лев, ты-то? Ну, наверное, в какой-нибудь скандинавской стране, в Норвегии там. Отличный выбор, там очень красивый, очень вдохновительно для глаз, я бы сказал. Я просто думал, что ты скажешь, ну, я бы на Луне хотел. А секрет вашего идеального утра? Идеальное утро? Ну, у вас и вопрос. А может, вы с нами поделитесь? Потому что, кажется, мы его еще не постигли, этот секрет идеального утра. Мы вам расскажем. Самое главное, проснуться вовремя, с утра и включить телеканал ОТВ, где мы с Катериной будем вас радовать, научим разным премудростям, окунем вас в новостной мир, в мир творчества. Вот это идеальное, конечно, утро. С чего стоит начинать? Еще чашечка кофе и тортик, надо не забывать. Ну, тортик это... Да, это моя слабость. Ты нужен кофе. Я с вами соглашусь. Теперь мы будем смотреть каждое утро. Мы очень рады знакомству. Так что теперь мы как на друзей будем на вас смотреть. Спасибо вам огромное, что уделили нам свое драгоценное время. Мы желаем вам успехов, мы желаем вам множества спектаклей и, конечно же, нескончаемых оваций зрителей, чтобы вас носили на руках, вас узнавали на улицах. Спасибо большое. Спасибо большое вам и, конечно же, творческих успехов. С наступающим вас новым 2023 годом. Спасибо большое. Взаимно. Мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы увидимся буквально через несколько секунд. Катерин, расскажи, как твоя предновогодняя диета вообще? Ты справляешься, ты все так же мучаешь себя, не ешь сладкое, не ешь жирное, мучное, да? Да. Да, отлично. Конечно, но, надеюсь, ты уже нашла замену тем ингредиентам, которые регулярно пользовала в своих рецептах. Например, сделать домашний мармелад вместо тортиков и шоколада или вместо майонеза, который мы добавляем регулярно в салат, использовать сметану. Слушай, это отличная идея, конечно, но, как мы договорились, на новогодний стол можно еще тебя побаловать. Поэтому, я думаю, накрывать мы его будем с нашими дорогими телезрителями. И все самое полезное как раз мы узнаем от нашего эксперта. Рубрика про здоровье. Многие думают, что если привился от COVID-19, то можно ни о чем не думать и забыть про все меры предосторожности. Но, к сожалению, есть такое понятие, как инкубационный период. Это когда нужно дать организму привыкнуть к новой жизни. Поэтому, что же делать, узнаем прямо сейчас. После вакцинации нужно в течение трех дней избегать тяжелых физических нагрузок, не ходить в баню, в сауну, не употреблять алкоголь. Может получиться так, что совпало введение вакцины с инкубационным периодом заболевания, и после этого развилась болезнь. То есть это не связано с вакциной. Сама вакцина не может вызвать коронавирусную инфекцию. То есть не нужно это связывать. Так просто совпало инкубационный период заболевания, совпал с вакцинацией, и развилось заболевание. У меня были такие случаи. Люди связывали свою болезнь, коронавирусную инфекцию, пневмонию с тем, что они сделали спутник. Это было в самом начале, когда спутник только появился, у людей было много опасений, говорили, что это неиспытанная вакцина. Но опыт показал, что наши разработчики оказались правы, все сделали очень хорошо. Ну, так скажем, со временем клинический опыт это подтвердил. Не играйте со своим здоровьем. Соблюдайте все меры престорожности. Берегите себя и свои пусть. Ты представляешь, что дорожно-транспортные происшествия происходят зимой гораздо чаще, чем летом? Это по статистике. Потому что на дорогах скользко, на дорогах гололедится, бывает и ледяной дождь. Конечно. Но я думаю, самое главное, это держать стекла в чистоте и время от времени их протирать. А еще держать дистанцию. Конечно, обязательно. И летом тоже держать дистанцию. Все советы для наших дорогих автомобилистов мы расскажем в нашей рубрике про механизмы. Друзья, всем прекрасного, замечательного и доброго утра. С вами Павел Верт, автоблогер. Сегодня наша речь пойдет о наборе автомобилиста зимой. Итак, расскажем немного о каждом предмете, который вам необходимо взять с собой в зимний период времени. Далее мы с вами поговорим о самих предметах поподробнее. Щетка для очистки снега, удобная она тем, что она со скребком. Далее в нашем наборе должны быть такие замечательные вещи, как перчатки. Например, у вас спустило колесо или необходимо залить незамерзающую жидкость. Очень пригодится вам в наборе для автомобилистов. Далее у нас есть такая прекрасная вещь, как размораживатель замков. Очень актуальная история в зимний период времени. Часто бывают случаи, когда ваши замки подвергаются воздействию отрицательных температур. В данном случае вам поможет размораживатель замков. Идем далее. И у нас есть отдельный инструмент, как щетка для очистки льда, например, с лобового стекла или с боковых. Далее в нашем наборе достаточно стандартный инструмент автомобилистов, что в летний, что в зимний период времени. Это баллонный ключ. Далее речь пойдет о незамедливом инструменте зимой, таким как лопата. В нашем арсенале присутствует такой инструмент. Он вам очень поможет, например, когда вы застряли в сугробе или, например, ваш сосед. Незаменимое средство в зимний период времени. И заключительным предметом в нашем наборе является незамерзающая жидкость. Она должна быть всегда у вас в запасе, в случае, если у вас в бачке она закончится. А с вами был автоблогер Павел Верк. Желаю вам безопасных дорог в зимний период времени. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ноги такие, как хорошо, не в коньках, да? Ну, я на самом деле очень рад, ведь терпение и труд все перетрут. Ты молодец, ты идешь к своей цели, что не может не радовать. Но я тебе предлагаю осваивать и другие виды спорта, особенно зимнего, пока у нас есть такая возможность. Но и вам, дорогие друзья, откроются некоторые секреты, если вы о них не знали. Про спорт в нашей следующей рубрике. Смотрим прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, зрители! Сейчас качаем мы руки. На данный момент мы качаем трицепс. Выставляем себе вес. Вес выставляем небольшой. Как обычно все делают все наоборот, побольше по весу думают, лучше сделают. Нет. Выбираем. Самая главная техника. И начинаем делать. Три подхода по 12. Раз, четыре, пять, шесть, 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 девять, десять. Раз, два. Немного отдыхаем. И так делаем еще подходы два-три. И на этом достаточно. Также можно с гонталькой покачать трицепс. Это вариант номер два. Локти прижали. Опять же-таки большой вес не берем. Берем чуть поменьше. Начинаем делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И достаточно. Так же отдыхаем. И можно еще три подхода сделать. Так же качаем бицепс. Три подхода по 12. То же самое. Большой вес не вешаем. Раз. Это наши руки. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Качайте банки, дорогие тренировки. Девятели. Всем спорта, друзья. Я думаю, ты сейчас будешь очень рад. Потому что я наконец-то подарю тебе сюрприз, который я готовила целый месяц. Ты помнишь про это? Смут, ну ты мне столько всего пообещала. Смотри, я связала для тебя свитер. Он очень теплый. Я думаю, тебе будет как раз. Класс. Смотри, какой он прям такой мягкий. Спасибо тебе большое. Чтобы согревал тебя это зимой. Да, я надеюсь, что он станет моим любимым свитером, который будет греть меня в предстоящую холодную зиму. Но пока я переоблачусь, вы, дорогие телезрители, посмотрите следующую рубрику с Полиной Баховой про творчество. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире Творческая мастерская и с вами Полина Бахова. Сегодня мы будем лепить корзины из жута. Для этого нам нужна любая форма. Я взяла небольшую, но если вы хотите слепить настоящую корзину, конечно же, форма должна быть побольше. Мы сверху обтягиваем или накладываем клеенку. Берем жутовую веревку. В данном случае у меня вот такой средней величины. Может быть, она и то уж, и тогда, естественно, и корзина будет больше. И начинаем мы с середины. Делаются очень просто такие емкости. С помощью клея пистолета мы должны слой за слоем скреплять нашу жутовую веревку, канат, склеивая между собой вот так вот слои по необходимой нам форме. Клея нужно капать совсем немного, чтобы он не вытекал и его не было видно. Можно дать ему просыхать. И вот так вот у нас слой за слоем получается дно. Такие емкости, естественно, используются только в декоре, потому что они из природных материалов. Джут – это такое растение, поэтому, естественно, если мы хотим положить, например, продукты какие-то, лучше стелить салфеточку. А такие предметы и джутовые корзины, джутовую посуду очень часто применяют, например, для декора ресторанов. Можно использовать в ванной комнате, чтобы положить, например, банные полотенца туда. Используют даже как корзины, например, для белья не из пластмасса, а из джута. Если мы видим, что клея недостаточно, веревочки у нас распадаются, мы в некоторых слоях можем добавить. И вот дно у нас почти готово. Переходим на стенки. Можно даже скреплять сначала в некоторых местах. Натягивать нить нужно плотно. А потом, где не хватает, можно будет добавлять клея. Когда клей высыхает, он очень хорошо скрепляет все слои джутовой веревки. И передает в нужную форму. Также из джутовой веревки можно не только склеивать корзины и посуду, можно вязать с помощью крючка. И здесь необходима еще тонкая вот такая джутовая нить. Обвязывая ей основную веревку, получается тоже очень шикарные, красивые корзины. Сначала мы все-таки скрепим в некоторых местах. Потом подклеим, где это необходимо. Клеем пользуемся очень аккуратно, потому что он раскален и может обжечь. Еще буквально пару слоев. И попробуем сделать у нашей корзины чаши ручки. Так, в принципе, мы вот дошли до завершения. Уплотняем еще все слои. Пробуем снимать. Так, вот. Тарелочка нам больше не нужна. Теперь мы склеиваем места, где это еще необходимо, где немножечко у нас распадается. Ну, то есть, чем больше мы капаем небольшими капельками клей, тем крепче наша емкость. Форма уже есть. Клеенку мы убираем. В некоторых местах она тоже скрепилась. Беревку мы отрезаем. Подклеиваем. Где нужны еще наши слои. И можно сделать вот такую вот петлю с одной стороны. Получится ручка. Еще раз плотно соединяем все слои. Убираем клеенку. Она нам больше не понадобится. И, в принципе, нашу корзинку можно наполнить чем-то декоративным. И украсить наш дом. Вот такая корзинка получилась у нас для украшения вашего интерьера. Оставайтесь с нами на ОТВ. До свидания. До новых встреч. Новый год лучше начать с завершенными делами и решенными проблемами. Ведь остается всего пять дней. И надо все-все-все успеть. И в преддверии Нового года наш любимый гороскоп, дорогие друзья. Слушайте нас внимательно. Овны. Играть роль спасителя легко и приятно. В такие моменты мы чувствуем, как наше эго получает мощную подпитку. Находясь же на принимающей стороне, мы чувствуем себя неуютно. Правда в том, что все отношения основаны на получении и передаче энергии Овны. Тельцы. Независимо от того, с чего начинаете путь, всегда мечтайте о чем-то большем. Каждый день тельцы – это уникальная возможность продвинуться вперед и рискнуть. Сегодня у вас ресурсов на это больше, чем когда-либо. Неудачи только делают вас сильнее. Не бойтесь совершить опрометчивый шаг. Игра стоит свеч. Близнецы. Предпраздничные дни далеко не все чувствуют радость. Для многих это очень непростой период. Чтобы было легче справиться с навалившимся стрессом, проводите больше времени со своей второй половиной. Может быть, прямо сейчас это сделать невозможно, но вы точно можете спланировать, как достаточно долго побыть наедине. Раки. Мы живем в мире медиа и соцсетей. Сегодня у каждого есть свое мнение обо всем, в том числе и о том, что вам нужно и нельзя делать. И если вы будете слушать каждого, вас потянет в самый низ. Не бойтесь защищать свои личные границы. Львы. Подводя итоги 2022 года, вы можете почувствовать, что находитесь на правильном пути. Занимаетесь любимым делом, общаетесь с нужными людьми. Именно такое отношение со стопроцентной вероятностью приведет вас к успеху. Львы. Помните, что великие вещи на самом деле происходят задолго до момента кульминации. Их основа – это длительная и временами скучная подготовка. Девы. Пришло время задуматься над одним из важнейших вопросов в жизни. Чего я хочу на самом деле? Сейчас все складывается успешно. Но звезды указывают, что вы находитесь на пороге чего-то совершенно нового. Возможно, придется делать непростой выбор. Весы. Для вас настало время случайных встреч. Это время обретения настолько сильной любви, что она может взорвать ваше сердце и разум. Есть только один способ впустить ее в свою жизнь – быть самой дикой версией себя. Звезды указывают, что вы почувствуете стремление сменить образ жизни. Скорпионы. В жизни наступает момент, когда вы должны отпустить все знакомое и сделать шаг в неизведанное. Отправляйтесь в это таинственное место, где прошлые знания не смогут обеспечить вам чувство комфорта. Да, вы точно захотите все бросить и вернуться к известному и привычному. Стрельцы. Раньше вы пытались построить отношения с людьми, которые любили ваш лишь наполовину и решили уйти при первых признаках беды. Вы действительно хотите повторить старые ошибки и держаться за старые отношения, прекрасно зная, что ничего не получится. Вы действительно этого хотите? Примите взвешенное решение. Козероги, сегодня Вселенная дала вам благословение на то, чтобы посеять повсюду семена добра. Зарядите людей энергией и хорошим настроением, даже если вам самим этого не хватает. Вот и увидите, вернется намного больше. В эти праздничные дни распространяйте радость, как конфетти, и проводите время с теми, кого любите больше всего. Водолеи. Что для вас значит дом? Вся планета, ваша страна, только квартира или любимое место на крыше? В любом случае, дом – это место, где вы чувствуете себя в безопасности и можете быть собой. Звезды хотят, чтобы сегодня вы позаботились об этом пространстве так же, как оно заботится о вас. Уделите время на ведению порядка и его украшению. Рыбы. Сегодня один из тех дней, когда кажется, будто вас все оставили. И это полбеды, ведь это чувство может смениться на убеждение, будто окружающие вас люди создают больше проблем, чем решают. Возможно, с вас уже хватит и нужно прекратить попытки все контролировать. Мне кажется, что, дорогие друзья, мы с вами согрелись. Мы надеемся, что это зимнее холодное утро мы провели с позитивом, с бодростью, проснулись и готовы к исполнению новых задач и свершений. Удивительное рядом. Встречайте утро вместе с нами и узнаете много интересного. Всем пока. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»